В Успенском спорт занимает особое место в жизни каждого школьника, а баскетбол пользуется большой популярностью. В ноябре здесь уже проходил турнир на Кубок Главы среди взрослых. На этот раз решили провести соревнования среди учеников 8-9 классов из разных школ района. Нет, я не боюсь, потому что мы играли уже со всеми командами здесь и большинство из этих команд поигрывали, и поэтому для нас здесь ничего нового почти нет. И мы все-таки надеемся на наш выигрыш, ежели мы надеемся на наш профессионализм. Открывая турнир, представитель администрации поселения пожелал всем участникам удачи и победы. Я жду, во-первых, хорошего настроения предновогоднего, во-вторых, я думаю, все спортсмены будут довольны, потому что мы для спортсменов подготовили призы, независимо от того, какое место они займут. Все участники будут поощрены ценными призами и подарками. Как всегда, спортивные состязания получились захватывающими. Перед финальным матчем спортсмены приняли участие в конкурсе трехочковых бросков. Здесь места распределились следующим образом. Бронза у Марины Антоновой из сельского поселения Успенская. Серебро досталось ее однофамильцу Владимиру Антонову из Большевиземской гимназии. Ну а золото завоевала Ксения Куницкая из Краснознаменска. У нас есть лидеры, потому что я уже давно работаю в регионе, в этом, Краснознаменск город, Звенигород, и я уже знаю приблизительно лидеров. Ну, лидеры – это детская спортивная школа, лидеры – Краснознаменск сильной команды. Также это Большие Веземы, мы в финалах встречаемся. Ну, а наша команда, вот наша, которую я тренирую, она сравнительно молодая. Поэтому игра покажет. Главное – это участие, главное – набраться опыта. В этот раз Кубок победителей уехал в Краснознаменск. Команда этого города оказалась самой сильной. Второе место у Большевиземской гимназии, третье – у ребят из детской юношеской спортивной школы «Горки-10». Администрация поселения подарила школе, в которой проводились соревнования волейбольные и баскетбольные мячи. Ну, а в конце соревнований участников ждали сладкие новогодние подарки. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».